Заполярный район – это 19 муниципальных образований. Населенные пункты расположены как по Арктическому побережью, так и ближе к соседним субъектам. Например, поселок Харута и вовсе носит статус эксклава, то есть территориально находится в республике Коми, но относится к Нинецкому округу. Здесь живут преданные своей малой родине люди. Наталья Дуркина расскажет о совете ветеранов поселка на Лиственничной реке. Пока я ходить умею, пока я глядеть умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. С девизом по жизни идет Совет ветеранов поселка Харута. Даже в период пандемии женщины не прекращали работать. Занимались спортом, в особенности скандинавской ходьбой. Привезли нам палки, до этого нам еще подарили палки. И у нас очень многие в поселке занялись такой спортивной ходьбой. Так как у нас поселок протяженный, километра, наверное, будет, может, больше, то одна часть поселка ходит в одну сторону, другая – в другую. Потому что если идти в одну сторону, да потом обратно, это нагрузка очень большая была. Также члены совета вносят свой вклад в развитие музея. Приносят новые экспонаты. Мы дали коми-платок, описание его дали. Потом там монеты, деньги тоже это ранешные дали. К юбилею победы в Великой Отечественной войне члены совета проводили мероприятие и знакомили школьников с историей. На дома участников войны вешали звезды вместе с детьми. Так что у нас работа-то в основном, наверное, направлена более работа с детьми, с младшим поколением, так сказать, чтобы рассказывали мы, что знаем, что в школе часто бывает. И на этом деятельность совета ветеранов не заканчивается. Валентина Сергеевна всегда, что вот надо опять какую-то новую песню, такую боевую. Иногда вот сидишь, как будто бы уже и ничего не хочется делать, и встать лень. Ну и значит, нам песня «Строить и жить» помогает. Вспоминаешь песню «Пока я ходить умею», «Пока я глядеть умею», «Пока я дышать умею», «Я буду идти вперед». И вот Валентина Сергеевна нам все время такие песни подыскивает. Сейчас опять спортивный марш. Говорит, надо выучить. Ну, мы стараемся. В данный момент все музыкальные репетиции проходят в небольшом помещении здания сельского совета. Хорошо, что дали такое помещение. Спасибо совету, сельскому совету, администрации. Но хотелось бы, конечно, чтобы у нас было побольше помещения. Мы бы тогда могли встречаться там, распеваться. Сделали бы хор пенсионеров и участвовали бы в Доме культуры на каких-то концертах. У нас очень много одиноких женщин, женщин особенно. И могли бы с ними проводить какие-то мероприятия, беседы, как бороться со стрессом, заниматься рукоделием. В общем, дел, конечно, очень много. Совет ветеранов поселка Харута работает более 20 лет. В совет входит 8 человек. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», поселок Харута.